Великая Отечественная война забрала близких практически у каждого человека. Кто-то потерял отца, кто-то без вести пропал, дед, прадед. И часто люди даже не знают, где и когда погиб их родственник, где он похоронен, и не имеют возможности посетить его могилу. Однако сейчас, благодаря интернет-технологиям, можно изучить секретные материалы тех времен и найти упоминания о своем близком человеке. Как, например, это сделал Иван Мордовской, который сегодня у нас в гостях вместе со своим отцом Иваном Васильевичем. Доброе утро. Иван Васильевич, Иван, скажите, пожалуйста, вот кого вы потеряли на войне? У моей бабушки и дедушки было четыре сына. Трое участвовали в Великой Отечественной войне. Двое не вернулись. Только один вернулся. И один из них это ваш отец? Нет. Брат отца. Брат отца. Отец погиб. Отец погиб, получается, да? Ага. И, ну, тем не менее, вам удалось найти могилу отца, да, вот, который погиб на войне. Иван, скажите, вот как вам удалось, как вы нашли могилу? Я могилу дедушки искал по сети интернет. И последние пять лет интенсивно искал. И в прошлом году, летом 16-го года информация появилась в сети интернет. И по этой информации я вышел на администрацию города Мичуринска. И начал переписку с администрацией города. И оказалось, что в мемориале, где братское захоронение, имя деда не было. И я собрал все документы с интернета и направил в администрацию города. Они восстановили имя. А сейчас имя нашего деда появилось на мемориале в братском кладбище в городе Мичуринске. А вот скажите, Мичуринск где находится? Мичуринск находится, это Тамбовская область, от Москвы 400 километров. Доехать можно поездом. Вы туда уже ездили или еще нет? Туда я ездил с братом Василием. Вообще-то мы должны были с четверем ехать, отец и мать. Но отец заболел и не смог. Поэтому мы туда поехали с братом Василием, который назвали в честь нашего деда. Кстати, да, вы мне до эфира рассказывали такую удивительную, интересную историю. О том, что получается, что два Ивана было, два Василия, да? Нет, два Петра было и два Василия. Два Василия. Это Петр и два Петра, они взрослые, и Василий тоже взрослые были. А маленький Василий, он родился в 41-м году. И вот наш дед Василий, да, назвал его своим именем. Потому что он сказал, пусть будет два Петра и два Василия. И вот на войну ушли два Петра и Василий, и Петр и Василий там погибли. А сколько вам было это, когда на войну ушел дед? Когда дед ушел на войну, ему было 23, он 19-го года рождения. Ну, давайте вернемся, да, к вашим поискам. Вот скажите, вот вы, получается, переписывались с администрацией города Мичуринска, да? Вы туда уже съездили. Удалось ли с ними как-то повидаться? Вот как они Вас встретили? Да, вот тогда мы, я перед поездкой написал по интернету, что мы приедем в конце апреля. И вот тогда мы приехали, они нас встретили. И по городу они провели экскурсию. Мичуринск – это город Наукоград. И благодаря Мичурину он славится своими яблоками, Мичуринские яблоки. Он является центром селекционирования. А Мичурин в основном фруктовыми занимался. И вот нас встретили начальник управления культурой и спорта Сергей Николаевич Левчик. И он у нас экскурсию по городу проводил. Потом еще местное телевидение там было. Вот про нас сюжет сняли. И сказали, что 9 мая они покажут местному телевидению. А, этот сюжет о том, что из Якутии нашли могилу. Да, то, что туда не так часто люди приезжают. И про нас сняли сюжет. И недавно я переписывался с этим телевидением. Они, когда сюжет будет готов, они нам отправят материалы. И тогда я эти материалы размещу в сети интернет на всеобщее обозрение. А вот интересно, вот когда вы искали могилу вашего деда, наверное, вы заметили, да, пронаблюдали о том, как часто вообще находят россияне могилу своих предков. Насколько это возможно? Ну, в последнее время, вот, благодаря интернету уже информация появляется. Надо искать все время, если кто-то потерялся, все равно когда-нибудь эта информация выйдет. Потому что надо все, кто погиб, восстанавливать имена, чтобы люди помнили их и почтили. А как долго вы искали? Напомните, пожалуйста. Ну, я, вообще-то у меня в детстве была мечта найти могилу деда, почтить его память. И вот последние 5 лет я интенсивно искал. До этого. А вы искали на каких-то специальных сайтах, просто, может быть, у наших телезрителей тоже хотят найти? Да, вот, на каких сайтах, вот, каким образом искали? Есть сайт ОБДД Мемориал, через этот сайт я нашел своего деда. И еще сайт есть, Подвиг народа, тоже можно понять. Фамилию записываешь и... Там база данных, да? База данных выходит в список. База данных с Центрального архива Министерства обороны. Вот мы когда показывали видео, да, с ваших поисков, телезрители наверняка заметили, были вот такие вот оригинальные фотографии с повестки, да, и с госпиталя, да, по-моему? Да, у нас у бабушки сохранилась это, как бы сказать, похоронка, извещение о смерти, и последнее письмо. И вот мы его сейчас оцифровали и храним у себя. Я вот эти данные отправил в Митюринск, чтобы они, если там будут какие-то там музеи откроют, или... Ну, чтобы они использовали, да, эти данные. Да, чтобы они использовали эти данные. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Мы вас поздравляем с наступающим праздником, 9 мая, с Днем Великой Победы. Спасибо.